В Министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области прошли обыски. Правоохранители изъяли документы, которые, возможно, подтвердят подозрения общественников о неэффективном использовании 75 миллионов бюджетных рублей. Деньги были потрачены на оформление технических паспортов жилого фонда. Как мы уже рассказывали, активисты Народного фронта утверждают, что экспертизу технического состояния жилых домов, необходимую для составления плана капитального ремонта, фактически никто не проводил. По адресам никто не выезжал, а в работе были использованы старые архивные материалы. В результате, по мнению общественников, информация, отраженная в отчетах, не совпадает с реальным положением дел. Напомню, речь идет о тысячах домов и 5 миллионах квадратных метров жилья. Вынуждены были сразу эту информацию передать в прокуратные органы с целью для того, чтобы именно специалисты области права и противодействия правонарушениям законодательства дали правовую оценку тому, что это такое на самом деле. Вот это была случайность, это какие-то погрешности математические, или это все-таки слой умысел. Между тем, в правительстве региона сегодня появление в кабинетах следователей подтвердили и уточнили, что дело касается тендера, проведенного в 2014 году, когда состав кабинета министров был иным, и люди, ответственные за проведение торгов, уже сложили свои полномочия. Экспертом при закупке выступал фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области. В настоящее время ни министра жилищно-коммунального хозяйства того времени, ни директора этого фонда нет, поэтому в свою очередь министерство сейчас делает все для того, чтобы ситуацию урегулировать в рамках действующего законодательства. Субтитры создавал DimaTorzok